Новости спорта Новости футбола Главный тренер Тульского арсенала Дмитрий Оленичев сообщил о том, что продолжит работу в команде Могу пообещать на 99% что останусь в Туле, если мы будем вместе, то и в премьер-лиге уверен добьемся очень значимого результата Что касается Спартака, со всей ответственностью заявляю, никаких предложений мне не поступало Не уверен, что Спартаку стоит брать специалистов Калибра Петреску или Каусейру, о которых сейчас говорят Это уже пройденный этап, что же касается россиян, то моя кандидатура одна, это Олег Романцев, заявил Оленичев Зенит, Анжи и Рубин, а также ПСЖ и Манчестер Сити оштрафованы УЕФА за нарушение правил финансового фейерплей Сини-белы-голубые вынуждены будут заплатить 12 миллионов евро А также Зенит будет вынужден сократить заявку на Лигу чемпионов с 25 до 22 футболистов Рубин выплатит штраф в размере 6 миллионов евро, Анжи 2 миллиона В течение следующих сезонов заявки команд на турниры под эгидой УЕФА будут сокращены с 25 до 21 футболиста Московский ЦСКА проведет товарищский матч с французским Леоном, игра состоится 12 июля Они сами захотели приехать к нам на товарищский матч, который пройдет на стадионе Октябрь Или если будет повышенный ажиотаж в Химках, либо на стадионе Стрельцова Заявил главный тренер ПФК ЦСКА Леонид Слуцкий И пока это все новости спорта Дмитрий Калугин Реклама Куда поставить телевизор на дачачи? Неси на второй! Тяжело держать, определяйтесь уже Доставь, где хочешь, на нашей даче телекарты и сделаны Спутниковое телевидение телекарта. Отличное качество Выбирайте вы, мы лишь информируем Прикламные службы радио России 49595612 Прогноз погоды на воскресенье, 18 мая Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok